Сочетание трех качеств. Признак лидерской, сильной лидерской позиции. Уважение к людям, плюс чувство собственного достоинства. Понимаете, что такое чувство собственного достоинства? Бывает, дети рождаются, такой маленький ребенок и другой. Смотрит на всех, как начальник, он еще ребенок маленький. Это называется чувство собственного достоинства. Это значит, что у него большие накопления с прошлой жизни. Ну то есть он серьезно так выглядит, серьезно, уверенно, маленький совсем ребенок. Он плачет, пищит, серьезно, значит у него там есть накопление. Внутри чувство собственного достоинства, плюс уважение другим. Потому что у некоторых людей много чувства собственного достоинства, они никого не уважают, грубо себя ведут. Признак слабого разума. Накопления большие у человека, благочестия много в жизни, много сделал хорошего, но интеллект слабый. Он как бы чувствует себя сильным, уверенным, но не уважает никого. Значит не распознает силу других получается. Слабый интеллект, различает способность слабой. А если у человека есть три качества, чувство собственного достоинства, признак лидера. Лидеры все, они такие, партизна. Так выглядит очень это, потому что они такие родились с детства. Это их как бы благочестие с прошлых жизней, накопления. Сильные люди. Плюс уважают старших. Означает сильный разум. А если еще плюс скромность, не показывает свой, что он лидер, скромный. Это очень высокий уровень интеллекта. Если у вас в коллективе появился человек, у него сильная жизненная позиция, он уважает старших и всегда ведет себя скромно. Вот кого надо развивать в первую очередь. Значит, что он особенный человек. Потому что у него очень глубокий разум, очень чистый, сильный, проницательный. Он может быть очень высоким лидером. Продолжение следует...